30 лет в тайге. Часть 24 у нас сегодня. Вы говорите, что там синюю краску подвезли, да? А я смотрю, что многие еще на угольке едут. Едут. Тринь-динь-динь-динь-динь. Едут так, что аж вообще. А мы уже давно на газу тут работаем. Так что вы на газ тоже переходите. Прикольное сравнение, да? Я только что прочитал в комментариях. Плюсик вам. Плюсик. Вот так вот. Не знаю, у кого на угле работает, у кого на газу синенькое пламенье. Правильно? Прикольно. Мне нравится. Что там ставится, не знаю. Ставьте. Может, все вместе скоро перейдем уже на газ. На газу ж дешевше, правильно? О, вот так вот. А потом и на водород, на водородное топливо. У нас еще впереди. О, атомный реактор. А на сегодня, ребята, у нас часть 24. Продолжаем. И вот, когда Данила закончил кладку стен в доме, Наташке так хотелось, чтобы парень не спешил, чтобы не торопился заканчивать работу у них. Ведь уйдет. А может и насовсем. Вон, как на него подружки все смотрят. С завистью. Аж вздыхают. А он даже не оглядывается на них. Ну, это сегодня. А когда уйдет? Что тогда? Такой красивый, работящий, В холостяках долго не задержится. Думала девчонка. В густых зарослях хивняка в одну из лунных ночей Признался ей в любви. Назвал единственной, Самой лучшей и самой красивой. Радостью своей. А Наташка слушала, Затаив дыхание. А Данила ласкал девчонку, Боясь самого себя. Девочка моя, ты ненаглядная. Не смогу я жить без тебя больше. Не смогу. Ты единственная радость моя И счастье мое. Мне и свет без тебя мил не будет, Если откажешься, Если отвернешься. Только для тебя живу И дышу я. Говорил он Наташке. Дед Иннокентий видел все. И понимал тоже все. Он уже ни о чем не просил. Танила сам приходил к ним. Сам. И до осени, помимо дома, Отремонтировал весь сарай. И почистил вместе с Толиком Колодец во дворе. А так же заменив старые ворота. У заборчика поставил скамеечку, Чтобы дед сидел и на прохожих глядел. Даже на чердаке порядок навел. И вдруг исчез. И все. Не приходил на работу. Не было его так же и дома. И не появлялся у Иннокентия. В селе его не хватились сразу. Элеватор уже работал. И исчезновение приезжего Никому не бросилось в глаза. Кроме семьи старика. Надо бы пошукать его. Пошукать. С милицией. Предложил дед Иннокентий. Но Толик отсоветовал. Сказал отцу. Все рассказал, Как отзывался Данила о милиции. И предупредил, Что может рассердить этим. И оттолкнуть человека. И давно догадываясь Об отношениях Данилы и Наташки, Спросил сестру, Не знает ли она там, Куда исчез приезжий. А та только голову опустила. Ответила, что не знает ничего. А сама едва слезы сдерживала. Попривыкнув к Даниле, Доверять ему стала. И уже не дичилась, Как прежде. И в ту последнюю ночь Пошла с ним к реке, Ничего плохого не ожидая. Данила положил на траву пиджак И сел с ней рядом. В тот вечер он Выпил немного с отцом. Впервые. И осмелел. Целовала, стервенела, С дрожью. А потом волю рукам дал. И Наташка вырвалась И вскочила на ноги. И побежала домой, Захлебывая слезами И страхом. Но Данила догнал И резко повернул к себе Наташку. Не любишь? Но она только промолчала. Если бы любила, Не убегала бы. Негодяй, свинья ты! Тебе ли о любви брыхать? Хотел свое сорвать, что ли? В уплату за работу? Да? Эх ты! Дура ты! Оборвал он эту брань Пощечиной. И резко повернув от девушки, Скрылся в темноте ночи. Негодяями свиньей Любимых не называют. А значит, и не нужен я ей Вовсе. Зачем же зря себе душ рвать На кусочки? И Данила спешно собирался С этими мыслями. Он срывал с крюков Рубахи, брюки. И вдруг ему вспомнилось, То она смешливая, Катькина, Брошенная недавно Прямо в морду. В струнку тянешься, дурак. Хм, Состараешься, да? А она тебе в благодарность Хоть бы рубаху выстирала вон. Ты тут скоро вообще Завшивеешь. И, затолкав все барахло в чемодан, Решил уйти из деревни, Не дожидаясь утра. Хорошо, что успел За элеватор получить. Он Документы при себе. Ничего тут не останется. Совсем ухожу. Навсегда. И Данила решительно Выскочил в дверь, Даже не закрыл ее на замок. А все старые адреса, Полученные в зоне, Он помнил на зубок. И он решил никогда больше В это село Не возвращаться. Навсегда уйти В малину, Где о женах и семьях Даже думать было запрещено. Старался, дурак. Как же я вкалывал, Будто для жены. И на, Вот что получил. Подумаешь, Обидели ее. Да я за это время Уже со всем городским Блядством успел В этом переспать. А тут же как, Как идиот ходил. Даже Катьке Ни разу не заглянул. Не воспользовался, Когда сама ко мне Даже пришла. Ах, дурак ты. А все из-за кого? Из-за нее. Влюбился? Ничего, ничего. Вышибу я из себя эту дурь. Вышибу напрочь, Как хворобу. Не мальчик я. Далеко уже. Каждый день Скорчившись, Ходил после поцелунок этих. Еле живой Утром вставал. А она? Что она? Либо дура, Либо колода. Бревно. Хотя, скорее всего, Скорее всего, И не любила она меня. Зато, как я, дурак, Старался. Шагал он по дорожке С облаками. Ну что ж, Не получилось. Не повезло. Но это не страшно. Правильно. Ведь ничего я в деревне не потерял, Но так же и не приобрел. Торопился Данила. А сердце, Сердце, Словно назло, Так и скулило в ответ. Не согласно. Душу ты потерял. И вот к утру Данила пришел в город, Показав письмо кентов Хозяину дома. Сказал, От кого пришел. Тот сразу же дверь открыл На распашку. Хм, А мы тебя давно уже ждем. Хе, Че припозднился-то? И через пару дней Малина отпусков не дает. Взяли Данилу в дело. Шик! Так его стали звать Все воры города. А через полгода Не было равных ему В этой самой малине. Жизнь, казалось бы, Наладилась. Казалось бы. Через год Пахан, Пахан воров Обещал принять Шика в закон. И он жил В шикарной хозя. Самые клявые Чувихи Ублажали его. Так и вились Вокруг него. Шик имел Целые кучи денег. На все, Что хотел. Но! Все было хорошо До поры до времени. Пока он не оставался Наедине С самим собой. Едва только Одиночество Подкрадывалось к Шику, Он становился Прежним Данилкой. И вспоминал Ее, Чьего имени Боялся Как пламени. Эх, Наташка! Как там она Теперь, а? Наверное, Вышла замуж уже За своего Этого колхозника. Интересно, Вспоминает ли она Меня там? Злится? Или Давно Простила? Думал Шик. Ему так Хотелось Увидеть ее, Особенно Поначалу. Плюнуть Вот так вот На всех И уйти К ней. Но Ушедшему Однажды Вряд ли Поверят Вновь. Да и Что я Скажу Где Был Так Долго? М? А ведь Спросит И Не Только Она С Чего Меня Угораздило Уйти От нее В тот День? М? Жалел Шик О Случившемся Понимая Что Никогда Уже Не Сумеет Вернуть Ни Наташку Ни Одну Из Тех Теплых Летних Ночей. А Иногда Он Видел Ее Он Видел Ее Во Сне. Но Утром Все Забывал Как Стиралось Увидел Ее Только Лишь Спустя Два Года Дерзкое Дело Провернула Малина И Ограбив Банк Решили Фартовый На время Залечь На дно На время Пока Там Пау Ляжется Навар Разделили Поровну Обговорили Кто С кем И Когда Должен Видеться И Чтоб Не Поймали Менты Всех Разом Рассыпались По Своим Хазам А Данила Решил Навестить Деревню Глянуть Хоть Краем Глаза На Ту Которая Продолжала Жить В Его Сердце Тебе Не Не Куда Поп 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 Зная Слабину Данилы Говорил Пахан Малины И Добавил Ему На Прощание — Кто на блядях попухнет, греба в жены не получит. И Шик понял, что это все говорилось именно для него, но не беспокоился и решил заявиться в деревню ночью. Туда его с радостью решили отвезти таксист. — Ха, еще бы! Ему за такую плату всю смену пришлось бы мотаться там по городу. И то попробуй заработай. И, высадив Данилу на окраине села, рванул обратно без оглядки, как было и приказано. — Данилка, ты ли это? — услышал за спиной, едва только машина отъехала. Шик сразу же оглянулся. Растолстевшая до неузнаваемости. Катерина стояла среди дороги, изрядно навеселе. — Ты че это? Своих не узнаешь, а? Или же брезгуешь мной? Кобель ты паршивый. — Я тебя так вывернула наизнанку перед Наташкой, чтоб не попухла, как я когда-то погорела из-за тебя. И она как громко рассмеется. И Данилка резко оттолкнул эту Катьку, приблизившуюся к нему, и глухо сказал. — Сама Курва виновата. А вот за то, что Наташке трепалась, ты мне еще поплатишь за это. А Катька, не удержавшись на ногах, так и плюхнулась в лужу своим задом и заблажила. — Хе-хе, козел ты паршивый. Ты ж прибарахлился как, а? Думаешь, я поверю тебе, а? Думаешь, я тебе поверю, что это за свои? Хе-хе. Кому-то ты наклепаешь, но не мне. Я знаю, чем ты там промышлял. Небось опять там по карманам в транспорте шаришь. — А ну заткнись, зараза. И он ткнул носом ботинка ей прямо в бок. — Убивают, как зарет, Катька. И Данила выдернул ее из лужи и поставил на ноги. И пригрозил. — Еще один звук от тебя услышу, я тебе из шкуры вытрахну. Поняла? — А ты дай. — Дай на похмелье. Потребовала баба икнув при этом. И Данила вытащил из кармана сотенную и сразу же отдал. И баба, довольно так хмыкнув, спрашивает. — А может, это, по старой памяти, зайдешь ко мне? А? Сегодня я свободная. Мой хахаль на дежурстве. — Потом как-нибудь, — уговаривал Катьку Данила оставить его в покое. Но баба еще цепляла шейка за руки, никак не хотела отпускать и пыталась затащить к себе. Но тот, потеряв терпение, грубо сказал. — Я не дышал, не хавал в очередях. И у тебя средь прочих кобелей стремачить не стану. Как отрезал. — Ха! Ну, иди, иди, — только рассмеялась она ему вслед, похрустывая новой сотенной. В доме Иннокентия Данилку встретили тепло. Старик усадил к столу гостя, а Толик на стол накрывать взялся поспешно. — А где Наташа? — спросил Данила. — Скоро придет. На работе она. Поздно возвращается. До яркой пошла. И старик вздохнул. — Замужем она? — дрогнул голос. — Пока нет. Сватали ее. Уже не раз. Да все только отказывается. Совсем засиделась в девках. Все она принца ждет. От дуруха. На белом коне. А их ведь только в скачке и найти можно. — Ну, а ты-то как там? — Небось уже детей тоже имеешь? — спросил Иннокентий. — Один я. Как всегда один. — А что же так-то? — насторожился дед, услышав шаги во дворе. И в дом без стука влетел участковый милиционер. — Ни шагу! Всем на местах быть! И тот держал на готове наган. И, не говоря никому ни слова, нацепил наручники Даниле. — Вперед! А ну, вперед! И толкнул его к двери. И Данилка лицом к лицу, лицом к лицу столкнулся с Наташей. И она бросилась к нему. Вернулся Данилка. И шик застонал от горя. — Ну, вперед! — милиционер подтолкнул и бросил через плечо. — Ищи другого жениха. Это у тебя надолго забираю. И уже в кабинете следователя понял, шик, как вышла на него милиция. Дав сотенную купюру Катьке, он и предположить не мог, что та путается с участковым. — Это о нем, — говорила баба, предупредив, что в эту ночь он на дежурстве. — Это ж надо так. И об обограблении банка участковый тоже знал. Тоже был в известности. И номера купюр были известны. И Катька, как всегда, похвалилась участковому, что она и сегодня он при спросе. И показала ему эту сотенную. И сказала потом, от кого получила. Не успела только воспользоваться этими деньгами. А когда узнала, откуда сотенную, не удивилась даже. И не пожалела Данилу. Сказав гнусава свое излюбленное, — Эх, прошвырялся кобель. Вной побрезговал, как помоечкой, да? А теперь до гроба с параши не слезешь. В зале суда она облила Данила грязью с ног до головы. Этот ворюга не только банк, он и меня обокрал, он. Судьбу мою сломал. Обманул еще девчонка, когда было. Его не судить, его живьем запахать надо. Сколько девок он избавил, а? Небось, сам уже за счет у сбился? Что смотришь? Правда, глаза колет. С детства ты кобелем родился. А тот аж красный сидит, как рак. Мы не за то его судим, оборвал Катьку судья и бросил в полголоса. Вспомнила грехи детства. Нашла, где каяться. В суде никто не поверил, что ШИК-1 сумел убить двоих охранников банка и вынести целый миллион. И за два дня потратить 800 тысяч рублей. Но ни суд, ни прокуратура не сумели добиться других показаний от Данилы. Само следствие не вышло на след Малины. Не вышло. И не смогло найти ни одного кента. Данила очень хорошо знал, что за групповое ограбление не только он, а и все фартовые получили бы исключительную меру наказания. Знал, что и его могут приговорить к расстрелу. Знал все это. Так уж зачем тянуть за собой другие души, если не сумела их достать милиция? Думал ШИК. И сидел на процессе отрешенно, только изредка поглядывая в зал. Наташку он увидел сразу. Конечно. Она села в глубине зала суда и слушала обвинение, сцепив зубы. И вот приговорен к высшей мере наказания. Донеслось до слуха Данилы решение суда. Он увидел, как брызнули слезы из глаз Наташки. Так и покапали. И ликующую хмылку на Катькином лице. И услышал, он услышал тяжелый вздох деда Иннокентия. И Данилку отвели в одиночную камеру. Дали полосатую одежду, одежду смертника. И ШИК, переодевшись, лег на шконку. И ШИК, переодевшись, И ШИК, переодевшись, И ШИК, переодевшись, пожелает. Ох, пожелает горячих углей мне под задницу. А Наташка? Что Наташка? Поплачет недолго и забудет. А потом замуж выйдет, даже не вспомнит. И ШИК, переодевшись, когда-нибудь, пройдя по нашей полянке в Ивняке, может, и вспомнит, когда те летние ночи наши. Ну, появится муж, потом дети, и выветрит из памяти мое имя. Время лечит. Ну, а с другой стороны тоже. Да кто ей такой? Так, приезжий из города. А таких скоро забывают. Думал Данила. И почему-то вспомнился ему дед. Именно тот дед, подобравший его, осиротевшего мальчишку, на разбитой войной дороге. Того старика он очень любил, неосознанно любил и верил в каждое слово. Но и его тоже убили за мародерство. Данила долго считал, что мародеры это те, кто дерут морду. кому и за что никак он не мог понять. И старик как-то сказал ему, помни, Данилка, воровство это большой грех. Но не отмоленный он для того, кто толкнул на это. не дал другого пути. И вот на шестой день посидевшего из худалого Данилу вывели из камеры. Повели длинными коридорами к выходу. Зеленая дорожка. Шик пытался держаться достойно. Но ноги у него подкашивались, и он ничего с этим не мог сделать. О чем он думал тогда? Просил прощения у всех и за все. нет, нет. Он вспоминал Наташку. Ведь в ту последнюю ночь девчонка впервые поцеловала его. А что видят люди в этой ситуации? Вся жизнь проносится перед глазами. Нет. Он видел только Наташку. И чудо для себя он не ждал. Только бы умереть достойно. И когда привели в кабинет следователя, он озирался по углам. ожидая пулю. Ваше дело отправлено на доследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Услышал друг Данила, не веря своим ушам. и вскоре он узнал, что прокуратура арестовала пахана малины. И тот признал, что сам лично убил тех обоих охранников банка. Ашик дал не миллион, а всего двести тысяч рублей. малины малины. И те подтвердили, они подтвердили, что Данила не убивал никого. И в малине недавно, совсем недавно. И расстрел Даниле заменили. Заменили червонцем усиленного режима и отправили на Сахалин. И уже оттуда, из Вахрушевской зоны, отправил он письмо Наташке. Долго, очень трудно он писал его. Понимал, что оно ей уже совсем не нужно. Пусть забудет, но не поминает мертвым. Зачитываю. Я не врал тебе, Наташа. Ты единственная, кого любил и кому сказал про это. Ты одна. Одна ты у меня такая, и мне не с кем сравнивать тебя. Жизнь подарила тебя, как первую и последнюю радость. Прости, что я не тот, кого могла бы ты любить, но я жив, меня не расстреляли, дали срок. Но поверь, я не радуюсь этому. Умереть было бы гораздо лучше, чем жить, не имея права на любовь и навстречу с тобой. Ты единственное счастье мое и радость моя. Прости, не проклинай тех коротких минут, подаренных судьбой в награду за все. Я с радостью отдал бы жизнь только лишь за то мгновение, чтобы увидеть и проститься с тобой. Мне не на что рассчитывать и нечего теперь ждать. Я ни о чем не прошу, пойми правильно. Одно только лишь отпусти мою вину, написал Данила и отправил письмо, не ожидая на него ответа. Но сердобольный оперативник спецчасти прочел это письмо Данилы и, даже не спросившись, написал на конверте обратный адрес, понимая, что суровые зимы в судьбе куда как легче перенести и пережить, если горит впереди звезда надежды. Но Данила об этом даже не догадывался. Он ни от кого не ждал вестей и работал в забое шахты, не считая время, не торопя его. Ему уже не к кому было спешить и стремиться. Он знал, что его уже никто не ждет. И не споря ни с кем, презрев закон фартовых, пошел в забой шахты. А вскоре его из воровского перевели в барак работяг. И вот к новому году все зэки ждали амнистию. Все, кроме Шика. Он давно уже не верил в чудеса. И вдруг его, едва только он поднялся из-за боя, позвали в спецчасть. За что? Ведь я вон как пашу. Удивленно глянул он на охранника, пришедшего за ним. Тот, не зная о причине вызова, прикрикнул на него грубо. А мне до жопы твои вот эти слюни. Зовут иди. Откуда я там знаю зачем? А ну вперед! И подтолкнул штыком в спину даже, не дав умыться. Срок пребывания в зоне сокращен наполовину, дошло до его слуха. И шик не поверил. На хорошая новость, спросил оперативник. и достав из пачки писем скрытый конверт, добавил. Тут письмецо тебе имеется. Получи, распишись. Да? Чего не танцуешь? И крутнул седой головой и отвернулся к окну, чтобы ничего не видеть. Зачитываю. Ты опоздал, Данила. Хотя теперь уже все безразлично. не много мне осталось. Видно, оба мы в чем-то виноваты. И все же лучше знать, что когда-то была любимой. И не только тобой. У меня была семья, отец и брат. Они живы. А я уже недолго буду с ними. не повезло мне. Болезнь слишком злая. Бруцеллез, может, слышал. Я заразилась от коров через молоко. Вчера вон умерла моя подруга от этого. Она звала меня. И знаю, что мне мало осталось жить. ты спрашиваешь, любила ли я тебя? Я не стану врать. Любила. Но очень пожалела об этом, особенно на суде. Уж лучше бы я не ходила туда. Но хотелось все увидеть. да и не верила я в эти разговоры и слухи. А оказалось, что Катерина не врала. Почему, скажи, почему ты сам молчал? Почему ты никогда не говорил о себе? Ведь я бы постаралась все понять. Но ты скрывал. И кого же я любила? Твою тень? Но ведь это не честно. Так не поступают с любимыми. им верят? Прости, я не хотел тебя упрекать. Теперь уже поздно. А там, на суде, мне расхотелось жить. Судьба услышала. Может, Бог жалился. Ведь как же я просил о себе смерть? Я не жалею. Я не жалею о многом. Обидно только лишь за то, что не сумели мы с тобой, Данилушка, уберечь единственное. А ведь это только лишь один раз в жизни дается, как и сама жизнь. А была ли она? Ну, если так, то мы ее проглядели. Значит, получается, и жалеть не о чем. И я спокойно говорю тебе прощай. Прощай, Данилушка. Данила не верил. Он думал, что Наташка так решила по злому подшутить над ним. Наверное, вышла замуж или не хочет вспоминать его, подумал Шик. И, пересиливая себя, он так и написал письмо Катерине, умоляя ее сообщить о Наташке. Будь другом, Катька, будь другом. Я все тебе прощу. Черкни мне, как там Наташа? Здорово? Счастливо? Ты только ни о чем ее не спрашивай и не напоминай обо мне. Пусть забудет. Не омрачай ее жизнь. Я буду очень рад, если у нее все хорошо. Но ответа от Катьки он так и не дождался. В числе других условников его отправили через полгода в Якутию. Отсюда он и послал письмо телеграмму в село всей семье и сообщил, что воля не за горами, что он всех их помнит, и если его ждут, пусть черкнут пару слов. И он получил письмо от Анатолия. Зачитываем. Я верил, что ты строил дом. Думал, сумеешь создать семью, а ты могильщик получается. Наташа была при смерти, когда твоя Катерина пришла похвалиться, похвалиться этим письмом. показала. Конечно, похвасталась, что ты обещаешь вернуться к ней. А сестра была ошибкой молодости. Жаль, что не было тебя на тот момент рядом. Уж я бы сумел вправить мозги за всех нас. Наташка умирала от этого бруцеллеза. Что, не мог подождать ты, что ли? Не мог? Не втерпешь? Ты же своим письмом убил ее, убил ее в тот же день. А теперь что, шлешь телеграммки? Кому? Отец тоже умер через месяц. Не смог пережить такое. И проклинал тебя. Как же он проклинал тебя перед смертью? А мне? Что мне сказать теперь? Ты это ты погубил мою семью. А еще пишешь, что помнишь? Я тоже помню. И долгой черной памятью буду вспоминать тебя до конца своих дней. и твое счастье, если не встретимся. Но если и доведется свидеться, то ты эту встречу навсегда запомнишь. И кстати, твою потаскуху позавчера увезли. Увезли в психушку. Навсегда. Она на почве своих потребностей вообще там свихнулась. Только тебя ей не доставало паршивого кобеля такого. Ну да ничего, ничего. Отольется тебе смерть сеструхи. Пусть и тебя не обойдет лихом судьба. И точка. Прочитав это письмо, Данил аж с лица почернел. Замкнулся. И долго ни с кем не разговаривал. И пристрастился. Он пристрастился к чефиру. Незаметно понемногу опускался. Он ни с кем, ни с кем не делился своей болью и своей бедой, считая, что сам виноват во всем. Только лишь одно имя не мог слышать без трепета, а другое без проклятия. И он навсегда, навсегда остыл к бабам, словно забыл, что жизнь назло всему, что жизнь продолжается. И он часто, часто сидел на берегу Алдана, до глубокой ночи, до самой росы. О чем же он думал и о чем вспоминал и что он видел? Он видел совсем другую реку. Тот тихий шелест воды, ушедшую молодость и любовь. Скоротечно все в этой жизни. Только не упусти, не упусти момент. в - - Субтитры создавал DimaTorzok Глава девятая. Прошка. Судьба Прошки. Старого похабника Прошку за много верст вокруг все звере знала. И не только люди. Даже таежная живность понимала, что к старости и дураки тоже умнеют. Ха! Все способны остепениться. Того даже возраст требует. Но только не Прошка. С утра, едва только рассвет проклюнется, он сразу высовывается из палатки. И высовывается его сначала пляшатая голова. И только потом все туловище. А глядит все крест. И, не сделав ни шагу дальше, прямо из двери вонючей струей обольет любого тебе, кто в это время у входа там окажется. Любого. Прям с утреца. Аж вскрикнет испуганная ворона, не ожидавшая для себя вот такой вот напасти. Обругает мужика за легкомыслие. А тот аж рубаху на груди как раздерет. И такую наколку вороне покажет, что-то до конца жизни каркать там разучится. Сиплым шипением тайге разболтает, что на груди у мужика там увидела. Да, именно таков был Прошка. А когда слов не хватало, а матершинный запас повторять не хотелось, в любом споре и ссоре первым и последним аргументом он выпячивал свою вот эту татуировку. Единственную и неповторимую. Шедевер лагерного изобразительного искусствия. Музейный экспонат. Это тебе не хохры-мухры. Этот экспонат, доставивший Прохору много неприятностей и смеха. Уж чё он только не хлебнул из-за нее. Случалось, получал и кулаком, прямо в ухо, не глядя на возраст. Бывало, за показ до свинячего визга поили его мужики. А иные и разглядывали придирчиво. Признавали точной копией. Другие знатоки утверждали, что не без упущения и неточности сделана эта татуировка. Но кто бы ни глянул, у всех аж глаза на лоб лезли. Это точно. От удивления, а может и от зависти. И когда впервые ее увидел Никитин, он глазам своим не поверил. Подошел даже поближе. А Прохор тоже не промах. И говорит ему. За один погляд, бутылька. А если пощупать вздумаешь, с тебя ящик водяры. И Федор враз отскочил, как аж парный. Аж со стыда покраснел. И спрашивает. Что, неужели татуировка? Рисунок, что ли? Хм. Но если б живая, то давно миллионером бы стал. И задирал он острую бороденку Прохор. Какая же шмар натуры послужила? М? Какая? С кого срисовывали? Спрашивали у мужика. А тот только щурил свои гноящиеся глаза. И обрубал любопытных одинаково. Может тебе еще и адресок дать? А? Так хоть ты для начала про возраст спроси. И кто бы не увидел, все удивлялись. Как согласился человек на такую татуировку? Да, с сегодняшней историей, ребята, как-то мне кажется, все что-то за уши притянуто. Ну, не в обиду, но мне так кажется. По поводу вот этого, что написал он письмо Наташе без обратного адреса, что его там прочитал следователь, работник этой тюрьмы. Ну, не может такого быть. Ну, это вообще неправдоподобно, как по-моему. Ну, как? Они уже... Ну, это может быть такое случится, если это какой-то новичок, да. Если новенький, может быть, прочитает и то. Ну, ему надо. Вот есть знакомые, они работают. Ну, там прям вообще, они настолько атрофируются. Их уже ничего не удивляет. Вообще ничего. Куда там, чтобы он что-то там еще адрес ему писал, узнавал вот это куда? Ну, ему надо вот это все. Ну, мне вот этот вот факт кажется очень таким... Очень таким притянутым за уши. Я думаю, вы все равно согласны, ребята. Ну, и вы тоже писали всякие разные такие ляпы, которые вы находите. Ну, интересно почитать. Пишите ваши комментарии, не забывайте. А у нас пошла новая судьба. Ну, тоже такую татуировку прицепились к ней. Ну, интересно, конечно. Ну, уже прям так ее так описывают, как он согласился. И вот, боже, да, подумаешь, согласился. Можно стереть, можно и что хочешь сделать. Но, правда, не знали, раньше можно было стирать. Как-то выжигали, да? А сейчас можно, по-моему, с новыми нашими нанотехнологиями можно как-то вообще стереть, что ее там как и не было. Да, по-моему, так. И заново нарисовать опять эту бабу можно. Даже принтером напечатать. Но только смысл. Смысл в этом всем. Я считаю, что вообще на теле ничего не должно быть. Ну, и такое, лично мое. Это такая натуральная красота. Зачем себя портить, правильно? Ну, это у меня такое. Ну, хотя, не знаю, что оно... Оно красиво, ну да, первое время там пару месяцев просто так. А потом оно уже просто надоедает и как-то смотрится. Даже какая бы она там красивая татуировка-то не была. Это все фигня, ребята. Это лично мое субъективное мнение. Которое может не совпадать с вашим. Так что подавайте в суд. Не шучу. Ребята, у нас там, вы пишете, что подвезли краску синюю. Может, у вас там что-то обновилось. И оно, короче, все. Уже уголек отпал. И уже опять мы на газу. То есть мы на газ перешли. Так что газуйте там это. Газуйте. Включайте третью передачу. Не забывайте. Это ваше спасибо. Не забывайте. В конце проверяйте, чтобы все стояло, все нормально. Это вот так вот. Вы что-то уже меньше начали спасибо говорить. Это плохо. Мне это не нравится. Так что давайте работайте. Подгазуйте трошечки. И возвращаемся в прежний режим. Вот так вот. Не забывайте. Я же, видите, по сравнению вообще не говорю. Потому что оно вот это тандычишь одно и то же. Оно надоедает. Я уже стараюсь так раз через раз хотя бы как-то это. Ну говорят, что надо это говорить. И что ты будешь делать. Вот такое надо. Такие правила вот этих вот всяких блогеров этих. Утуберов вот этого. Ну вот так. Будем делать, как говорят. Я уже стараюсь почути. Потому что оно действительно одно и то же. Аж мотаешь вот это. Цей рекламы понатыкают. Нема что делать. Ну а цей рекламы без них никуда тоже. Это тоже не было бы рекламы. Не было бы вообще ничего. Это двигатель прогресса. Так что вот это тоже ваше большое спасибо. А на сегодня, ребята, у нас все. Проверяйте, что там стоит у вас газовый пендель. Синенький. У кого перчатки, у кого варежки. Кто что там видит. Чтоб все стояло. Чтоб все было. Чтоб всем хорошо было. Чтоб все было, как книжка пыше. Правильно? Я вот так говорил. Как книжка пыше. На сегодня, ребята, у нас все. Пишите комменты. Я люблю читать ваши комменты. Ставлю тоже вам там сердечики. Тоже там синенькие газовые педали есть. Я вам нажимаю. И услышимся уже завтра в 12 ого по Киеву. Включайте вашу спидолу погромче. И наливайте себе хто чай, хто глитвей, хто что там любит. Хто там, ну, хто что любит. Варенье, Карлесона и так далее. А на сегодня все. Услышимся, увидимся уже завтра. Так что, как обычно, по Кендова. Вот так вот.